Давай с тобой поговорим Прости, не знаю, как зовут, но открывается другим Все то, что близким берегут 1971 год. Страна живет под лозунгом «Прогресса нядра природы для человечества». Герои СССР, покорители Севера, первопароходцы, осваивающие новые земли Сибири. Вот кому хочет подражать молодежь. Дружно исплоченный 8-й А средней школы номер 68 города Челябинска дает клятву. Не расставаться после школы и при первой же возможности стать геологами и всем вместе отправиться в экспедицию. Собственно говоря, геологи и вся вот эта романтика гитарная, она просто витает в воздухе. Естественно, весь 8-й класс наш решил поступать в геолого-разведочный техникум в городе Миасе под Челябинском. Ну просто это было однозначно. Все поголовно. И девчонки, и мальчишки. Че там дальше учиться еще какие-то два года, когда сейчас вот уже будет готовая профессия и романтика и все дела. Но что-то потом все как-то в другой город надо переезжать. У всех нашлись какие-то отмазки. И я мучительно решал этот вопрос. И проезжая на трамвае мимо красивого здания с колоннами, на котором было написано «Монтажный техникум», сразу всплыли кадры из фильма «Высота». Ни кочеверы, ни плотники, рыбники, тоже романтика. И я поступил. Этот якобы случайный легкомысленный поступок, совершенный в 16 лет, потянет за собой целую цепочку невероятных встреч и таинственных, порой мистических событий в судьбе Олега Митяева. С этого момента он будет жить по наитию, руководствуясь не логикой и здравым смыслом, а велением своего внутреннего голоса. Именно этот незримый проводник долгие годы будет толкать музыканта на поиск собственного предназначения и даже поможет спасти чужие жизни. Загадочный голос или подсказки судьбы. Тайная миссия Олега Митяева. Я ничего этого не заказывал, не загадывал. Ради кого музыкант восемь раз рисковал собственной жизнью? Как-то вот оно до сих пор, слава тебе Господи, ну... Он должен был и будет рисковать жизнью снова. Чудо природы. Как рождаются творческие гении? Чуда нет. В целом в науке в телеса обычно не верят. Информационный поток подсознания. Кто из нас способен видеть будущее? Это некий внутренний транс, который повторяется у нас каждые 90 минут. Песни пророчества. Что Олег Митяев предсказал сам себе? Это невероятно, конечно. Почему великий Акуджава выбрал Митяева преемником? Если уж он знает, он шашку достанет и рубанет. Кто и как спасал Барда от безденежья? Они пришли ко мне и сказали, давайте вы будете работать у нас в филармонии, мы вам будем платить 11,50. И чего так боится семья музыканта? Никого не подпускаем к нашей жизни. Это вот, мне кажется, от дьявола какие-то посыльные делают. Вот, и не приведи Господь, конечно. Смысл жизни – тема вечная и столь же важная, как и сама жизнь. Предчувствие скрытой тайны миров, этого загадочного нечто, дающего обоснование нашим побуждениям и поступкам, пронизывает всю нашу жизнь. Некоторые люди рождаются с мыслью, что у них есть особая миссия, и до самой смерти идут одной дорогой. Но большинство из нас не раз задаются вопросом, чем заниматься в жизни, к чему стремиться, и для чего мы вообще пришли в этот мир. Олег Митяев долгие годы искал ответы на эти вечные вопросы. Тайна его предназначения открылась ему еще в юности. С помощью череды фантастических встреч и совпадений все вокруг как будто подталкивало артиста к выбору пути. Но он упорно не хотел слышать то, что говорила вселенная. Да, собственно говоря, по случаю судьба, как же у меня там случайность – подарок Бога. Случайность – промысел судьбы. Вот так. 300 песен, знакомых многим из нас с самого детства. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Лето – это маленькая жизнь. Всех этих народно любимых хитов могло бы и не быть. Мы все время, знаете, все время возвращаемся. Вот это такая журналистская история, что мы все время возвращаемся к каким-то истокам. А потом, ведь после этого, было чуть ли не 300 песен написано. И столько… Я, в принципе, проехал все страны. Я встретился с такими интересными людьми. И это столько всего произошло. А все время мы разговариваем о том, как это начиналось. Может быть, мы тоже пытаемся какой-то найти ключ, но этот ключ никому не пригодится. Он у каждого свой ключ. Что за тайну так долго пытался раскрыть Олег Митяев? О каком же загадочном ключе жизни говорит музыкант? Величайшие философы былых столетий пытались найти тот самый ключ к разгадке человеческого предназначения еще во времена до нашей эры. Платон предполагал, что разгадка кроется в душе человека. Она, обитая в сфере чистого бытия, созерцая образа и формы, может заглянуть в занебесное и найти свою идею блага. Основа учения буддизма, православия и ислама схожа в одном. Нужно принять все, что дает нам жизнь. Человек неволен выбирать путь, но он должен понять, что за все добро и за все зло, что он совершит на земле, он получит по заслугам. Основатель передовой науки 20 века психогенетики Курт Тойч утверждал, что судьба – это программа, которую нам необходимо выполнить в процессе земного существования. Причем мы вправе влиять на нее и изменять к лучшему. Самые прогрессивные умы человечества до сих пор бьются над разгадкой величайшей тайны природы. Есть ли судьба у каждого из нас и как ее прочитать? Натальная карта является отражением нашей судьбы. Это гороскоп, в котором отображено движение и расположение планет в момент рождения. Тем самым, посмотря на натальную карту, можно увидеть будущее человека, то, что ему суждено. Для того, чтобы составить грамотную натальную карту, нужно знать даты, место и время рождения человека. Олег Митяев родился 19 февраля 1956 года. По знаку Зутиака он – водолей. Всем водолеям присуща интеллектуальность, новаторство, энтузиазм, оптимизм, вера в будущее, предвидение идей. Такие люди, как правило, философы. Они наблюдают за миром, подмечают тонкие детали. Всю их деятельность, вся их мысль направлена в будущее. И это их сбивает с толку в настоящем. Еще одна основа натальной карты – восточный гороскоп. Он родом из древнего Китая. Легенда гласит, готовясь покинуть этот мир, Будда призвал к себе всех существующих животных, чтобы проститься с ними. Но явились только 12. Тогда Будда поручил каждому из них править на земле в течение года именно в том порядке, в котором они пришли. Крыса, бык, тигр, кролик, дракон, змея, лошадь, коза, обезьяна, петух, собака, кабан. Красивая легенда приобретает сегодня новый смысл. Мифологические животные олицетворяют космические влияния, проявляющиеся в определенном году, формирующие характеры людей и во многом влияя на их судьбу. Олег Митяев родился в 1956 году в год обезьяны. По мнению астрологов, он должен быть наделен умом, ловкостью и проворством. Олег Митяев родился в год обезьяны. Люди, рожденные в год обезьяны, как правило, обладают противоречивостью, своеволею, взбалмошностью, но такие люди всегда добиваются успеха. Такое сочетание водолея обезьяны говорит нам о том, что Олега Митяева в его юности будет кидать с стороны в сторону, он будет очень долго искать себя и обретать смысл жизни. Митяев признается, всю юность он действительно жил в постоянном недовольстве собой. Ищи свой ключ. В чем твоя миссия? Повторял он из раза в раз, не находя смысла существования. Внутренний голос требовал действий. Интуиция буквально не давала ему покоя. Ты просто гуляешь по берегу озера, вдыхаешь запахи озона после дождя. И вот это вот маята, самоопределение, чего, как, она была абсолютно дикая. И никто мне не сказал там, а подумай, может быть, я куда-то туда или сюда. Какие-то понты какие-то, комплексы и непонятность абсолютная впереди. Во время одной из таких прогулок по озеру, ругая себя и размышляя о бренности своей жизни, Олег заметил, далеко от берега из последних сил с водой борется ребенок. Олег, не задумываясь, прыгнул в воду и спас мальчишке жизнь. Это было огромным шоком и потрясением для молодого парня. Судьба как будто дала ему подсказку. Ты можешь быть кем угодно, но если тебе представится шанс сделать добро, Действуй. Правда, юношеское легкомыслие не позволило ее расслышать. Ну, это я по молодости как бы считал, вынужденная такая история. Когда живешь на озере, то, в общем-то, приходится кого-нибудь спасать. И сначала ты этим очень недоволен, потому что ты сам-то можешь утонуть. Когда обезумевший, утопающий тебя хватает, за что попало? Засатиновые трусы, тебе остается только как пароходы его вывозить на берег. Выделяют две реакции на сильный стресс. Это реакция апатии, отрицания его, когда человек как бы паралич охватывает. Он ничего не может сделать, ничего сообразить не может. И наоборот, вариант мощнейшей мобилизации. И вот как человек себя поведет в необычной ситуации, в стрессовую ситуацию. Ну, к примеру, какое-то чрезвычайное происшествие рядом проходит. Ну, не будем говорить какое, но какое-то, да. Кто-то понимает, что надо действовать и как действовать. Включается что-то такое. Человек сам даже не понимает умом, что такое. Так называемое трансовое состояние у человека возникает. Из его памяти вдруг, из его подсознания, всплывают те образы, которые являются точными побудителями их действия, и человек быстро справляется с ЧП. И не каждый человек способен на это. Не каждому, во-первых, это нужно. Потому что нет такого побудительного фактора внутри. Этот случай юный Олег списал на случайность. Вскоре история забылась. Но ситуации с утопающими начали повторяться в его жизни с мистической периодичностью. Это я от скуки стал считать, сколько людей я спас. Потому что, ну, такое рутинное занятие. Лежишь, загораешь, и вдруг очередной утопающий орет. Чего ты туда полез? Ты идешь туда, плывешь, подплываешь. Ну, уже как-то ты уже осторожнее. Там вот третий, четвертый – это были уже такие подготовленные спасения. Я уже знал, как они себя ведут, поэтому действовал аккуратно, холоднокровно и уже профессионально. К двадцати годам Олег Митяев спас пять детских жизней. Интуиция, чутье или внутренний голос всегда приводили его туда, где кто-то нуждался в помощи. Что это? Мистика? Совпадение? Или же уроки судьбы, которые будущий музыкант должен был усвоить? И что было бы с Олегом, если бы тогда в юности ему не удалось вернуть кого-то из детей к жизни? Это, мне кажется, от дьявола какие-то посыльные делают. И не приведи Господь, конечно, даже не хочу над этим разговаривать. Как-то вот оно до сих пор, слава тебе, Господи, мимо. Нумерология – это наука, которая позволяет нам высчитать свой личный код для себя. Вот на примере Олега Митяева, он родился 12.09.1956 года. Если мы занесем его дату рождения в нумерологический квадрат следующим образом, мы заносим, как у меня показано красными цифрами, 19 число сюда, 0,2 здесь. У нас идет 1956 год вот таким вот образом в квадрат. Далее мы складываем все эти цифры, и мы получаем число пути. Того у нас получается код жизни Олега Митяева – 761. Семерка у нас является прошлым, шестерка у нас настоящая, и единица у нас будущая. Семерка – это те данные, которые нам даны при рождении, генетические. Шестерка – текущее время, то, что мы приобретаем способности, возможности наши на сегодняшний день. И уже единичка – это та цифра, которая дает нам будущий потенциал. Олег Митяев удалей, а это стихия воды. По природе он человек очень жертвенный, он должен помогать людям, и не просто словом, а делом. Также у него есть кармическая задача по четвертому дому, то есть это такое своеобразное служение людям, он должен обязательно им помогать, только тогда он получает обратку сверху. Кроме этого, его основные планеты – это Луна, Нептун, Венера и Солнце – ведут его по жизни, определяя его в главную миссию как служение и помощь людям. Для Олега Митяева семерка – это данные при рождении, то есть это очень мощная внутренняя интуиция. Семь – это вообще божественное число, то, что ему Богом данное. То есть это дар некий, который человек несет в самом себе. Шестерка – то основание, на котором человек держится. Шестерка – это цифростабильное состояние Земли, когда человек уверенно стоит на Земле, и у него очень хорошая и внутренняя, и внешняя позиция. Как правило, люди с таким кодом даже бывают очень сильно здоровые, то есть они не болеют практически заболеваниями. И уже, если мы смотрим единица, последующая цифра – это та цифра, которая может быть связана с любыми цифрами абсолютно. С нее можно начать старт в любой момент. Это как птица-феникс возрождается из пепла. То есть человек может сам себя восстанавливать, если он этого хочет и он желает. Под впечатлением от спасений жизни на воде, выпускник монтажного техникума Митяев отправился служить на флот. А потом и вовсе решил поступить в физкультурный институт на тренера по плаванию. Думал – вот оно, главное и единственное призвание. Что же касается творчества, то тогда, как и у многих в 70-е, в жизни Олега были песни под гитару на праздники, самодеятельность и сборники бардовской песни, залистанные до дыр. А вот взять и написать хоть строчку самому Митяеву даже в голову не приходило. Писательский, актерский, музыкальный талант. Что это? Божественный дар или же наследственность? Генетическая предопределенность, заложенная в нас с самого рождения? У каждого человека, в каждой клетке человека есть ДНК. В ДНК закодирована вся информация о том, как человек устроен, как он работает, как работают отдельные клетки, как работают целые органы. В том числе в ДНК есть определенные генетические маркеры, то есть определенные участки ДНК, которые отвечают за те или иные предисположенности либо заболевания, либо таланта. ДНК, она как бы частично передается от папы, частично от мамы в соотношении 50 на 50. Можно получить определенные маркеры, которые обуславливают предисположенность к, например, музыкальному слуху, абсолютно музыкальному слуху. Можно получить маркеры, которые не обуславливают эту предисположенность. Биологическое сходство детей с их родителями и предками. Что это? Наследственность или генетическая программа? Благодаря наследственности в организме программируется группа крови, резус-фактор и сочетание белков. По мнению генетиков, мышление, телосложение, черты внешности, набор способностей и недостатков – все это отражается в нашем ДНК в момент рождения и формирует всю нашу дальнейшую жизнь. Это вероятности. Это просто математические вероятности. Потому что есть выборки. В целом, такими зависимостями занимается публиционная генетика. Это во многом математика, нежели генетика. И тут исследуются именно вероятности проявления тех или иных признаков популяции в больших выборках людей, животных или растений. И когда исследуются такие большие выборки, тут все чисто математика. У 50% проявляется, у 50% не проявляется, например. Ученые Бостонского университета репродуктивной медицины Альфред Грин и Эдит Тейт в 2000 году сформулировали гипотезу генетической рулетки судьбы. Они доказали – сверхталанты и сверхспособности человека напрямую зависят от удачливости яйцеклеток и сперматозоидов наших родителей. При их слиянии и зарождении новой жизни в одном случае на свет появляется ребенок-передатчик лучших генов для потомков, а во втором – ребенок-носитель. Только в этом случае при удачном стечении обстоятельств человек имеет шанс стать выдающимся писателем, ученым, спортсменом, музыкантом. Если и папа, и мама являются носителями двух копий, которые они получили в свою очередь от мамы и папы, предрасполагающих вариантов ДНК, то ребенок тоже получает предрасполагающие варианты. И тогда у него две копии, которые предрасполагают его к абсурдному музыкальному слуху. Надо очень сильно поработать либо родителям, либо воспитателям, либо изначально ты должен родиться Ломоносовым. Есть ведь более простые пути. Полстакана водки ты наливаешь, и ты уже прекрасно себя чувствуешь, что душа распахивается. И столько восторга. Для того, чтобы вот это же ощущение получить за счет Стравинского, ну, это надо сильно много лет работать. Как сказал Жванецкий, что занятия физкультурой увеличивают жизнь на пять лет. Но эти пять лет надо провести в спортивном зале. Потому что не хватает образования, не хватает опыта, таланта. Ну, я так устроен, да? Мозгов не хватает, в конце концов. И понятно, что для кого-то Борхес – это легко. Это вообще первая ступенька, собственно говоря. Вот, а для кого-то это такая вершина. Да я уж не говорю про «Ласковый май». И для кого-то и «Ласковый май» – это, собственно говоря, сложно. Как-то там много слов. Понимаете? Если представить, что Олег Митяев – носитель удачливого ДНК, то почему же долгие годы талант поэта и музыканта в нем никак не проявлялся? Наверное, если бы я это понимал, тогда бы я не поступил в монтажный техникум и потом в институт физкультуры. Если бы я это понимал, если бы я предполагал, что я собираюсь выходить на сцену. Вот если говорить о каком-то писательстве, об этом не могло быть даже и речи. Я даже не задумывался, потому что рабочая семья в Челябинске. Ну, все зависит от человека, от ситуации, в которой он оказался. Почему же выдающиеся способности во многих из нас дремлют годами и проявляются внезапно на разных этапах жизни? Современные психологи Риана спорят с генетиками и отстаивают свою позицию рождения гения. По их мнению, нужно быть не просто носителем удачного ДНК, но и в жизни быть сплошным везунчиком. Для человека очень важно в определенный момент встретить положительный импульс извне, найти человека, который будет разделять его желания и таланты, и, главное, подтолкнет и поможет. Дело все в том, что каждое последующее поколение подсознательно стремится улучшить качество жизни по отношению к собственным предкам, то есть идти как можно дальше. И это задача такая духовная, которая в глубине души у каждого человека присутствует. Он начинает заниматься тем, чем он действительно хочет заниматься, он становится абсолютно счастливым, а человек счастлив, то он здоров. Годы шли, а никто не собирался ни писать, ни что делать. Я попал случайно на фестиваль авторской песни, о которой я вообще не знал. А в то же время, в 1977 году, здесь уже вовсю шли фестивали авторской песни, там эти какие-то московские все эти кусты. Там это было целое дело. Был Жив Высоцкий, там Исуханов, Акуджавов. И эта атмосфера меня заразила. А в то время на таких фестивалях собирались лучшие силы страны, потому что они больше нигде не могли себя реализовать. Это была такая отдушина. И, конечно, я думаю, надо на следующий год приехать, но не с пустыми же руками. Надо что-то написать. Случайная встреча с талантливыми музыкантами стала для Митяева долгожданным катализатором. Атмосфера заставила Олега взять ручку, бумагу и попробовать что-то написать самому. Именно так на свет появились легендарные строки «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Эта песня буквально сотворила чудо. В одночасье она сделала из студента Института физкультуры знаменитого и многообещающего барда. Изгиб гитары желтый, ты обнимешь нежно. Струна осколком эха пронзит тугую ввысь. Качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Чуда нет. В целом в науке в дизиса обычно не верят. Хотя в целом люди в лабораториях, по крайней мере, говорят, что если один эксперимент получился, это чудо. А вот уже доказанный факт, это когда эксперимент получился два раза. Механизм проявления талантов, он различен. Иногда мутация в гене приводит к гиперэкспрессии, то есть увеличенному проявлению синтеза каких-то белков, либо их повышенной активности. В большинстве случаев вот это ускорение, это скорее просто некий окружающий фактор, который привел к раскрытию этого таланта. То есть, грубо говоря, человек просто до 20 лет, ну, не пробовал писать стихи, а в 20 лет попробовал и понял, что ему это нравится, у него это хорошо получается, у него таланты начали закрываться. Потому что, конечно, талант сам по себе не может раскрыться. Обязательно нужно какой-то внешний фактор, чтобы этот талант раскрываться. Какие-то, наверное, врожденные понты заставляли меня писать дальше. Потому что, когда было там 2-3 песни, да, прошло время, и все говорят, ну, что ты, все, все, что ли, исписался, что ли? Ну, давай, пиши, что же. Вот и на следующий год, когда я приехал на фестиваль, мне сказали уже, вы эту песню не пойте. Потому что она уже напечатана на обложке буклета. Давайте другую. Я говорю, другой-то нету. И пришлось писать. Ну, не пришлось писать. Вторая песня, как раз я ее вчера исполнял, это песня «Родильный дом», которую я стал писать, идючи из родильного дома, когда у меня родился сын. Есть дома многоэтажные, на листе дома бумажные. Есть дома, в которых люди проживают много лет. И хотите, не хотите ли, есть казармы, вытрезвители, есть аптеки, и есть театр, где показывают балет. Но есть такие дома волшебные, особо важные для людей, где побывали мы все, наверное, и где получают отцы детей. Там на всю жизнь называют Геры, или Сережи, или Петром. И потому в жизни самый первый и самый главный родильный дом. В 1979 году в журнале «Смена» впервые опубликуют стихи Олега Митяева. После этого на пути молодого музыканта один за одним начнут возникать люди, неравнодушные к его творчеству. Олег Митяев родился 19 февраля. А это день Феникса. А символ Феникса – это огонь. Такие люди, как Олег Митяев, рожденный 19 февраля, они горят изнутри идей. Они обладают умом, харизматичностью, добросовестностью. Они притягивают людей сильных и общественность к себе, к своим интересам, к своей жизни. Они способны возрождаться, как птица Феникс из пепла. И перерождаться. Но славы, богатства и успеха такие люди могут добиться, только встретив сильных покровителей. Судьба меня радовала такими встречами с Леонидом Филатовым. Я в силу своей провинциальной наглости сам ему позвонил, сказал Леонид Алексеевич, я вот такой автор неизвестный из Челябинска. Я даже сейчас не помню повода, по какому я с ним встретился, но в конце концов эти встречи стали продолжаться. Наверное, если бы ему не было интересно, мы бы, наверное, не встречались. Человеком, который помог открыть талант Митяева в стране, стал великий бард Булата Куджава. Еще один проводник и учитель, судя по астрологической карте. Рассмотрим натальную карту Булата Куджавы. У него Луна и Юпитер находятся в обители. Кроме этого, у него Солнце и Меркурий находятся в зените, а также две кармические завязки по 9-му и по 12-му дому. Но Юпитер и Сатурд ретероградны. Это говорит нам о том, что у него прямая дорога к учительству. Он должен брать себе учеников и воспитывать их. А в натальной карте Олега Митяева есть очень важный аспект встречи с гениальной личностью. Это его Юпитер по 5-му дому. У Булата Куджавы кармическая завязка по его наставничеству проходит как раз через эту планету, через Юпитер. Таким образом, Абулата Куджава помог реализоваться Солнцу Олега Митяева. То есть он как бы открыл ему дорогу, он показал ему смысл жизни и помог обрести самого себя. Пока же не грянула пора Надо оставаться понемногу Возьмёмся за руки, друзья! Возьмёмся за руки, друзья! Возьмёмся за руки! Возьмёмся за руки, ей Богу! Прошло года два, и на телевидении вышла передача, и Булата Куджава её увидел, и позвонил на телевидение, узнал мой адрес, и написал мне в Челябинск письмо. Он сказал, что я посмотрел передачу, мне очень понравилось, вы очень выросли, и предложил встретиться. Вот, и эти встречи стали происходить. После встречи, после бесед, каких-то рассказов, такое подключение к какому-то другому миру для мальчика из Челябинска, из рабочей семьи. В общем-то, многих вещей я просто не понимал, их ценности, их величия, что ли. Но почему Акуджава выбрал из толпы начинающих артистов именно Митяева? Что такого мэтр узрел в его творчестве? Сотни раз Олег задавал себе этот вопрос и до сих пор не может найти ответ. Ну, я не знаю. Это никому неизвестно. Это никому неизвестно. Булат Шалыч, это, конечно, планка невероятно высокая. И он говорил, не становись выступальщиком, что аплодисменты, успех, это все такое наносное, что надо писать, работать. И, собственно говоря, я сколько мог, работал. Люди, рожденные 19 февраля 1956 года, имеют свой код 761. Это падающий код. Но у него первая цифра божественная семерка. И это говорит о том, что человеку просто требуется в жизни проводник или тот человек, который ему поможет. В данном случае мы имеем последнюю цифру единицу. Это очень хорошо, потому что она притягивает к себе любые цифры из всего набора от 1 до 9. Вот мы можем здесь посмотреть. Булат Акуджава родился 9 мая 1924 года. При пересчете мы получаем число его пути тройку, а вот код жизни 642. О чем это нам может говорить? Они сошлись на том, что в данном случае Митяеву требовался проводник, а Булату Акуджаве нужен был тот, кому он передаст свои собственные знания. Это получается как две вот такие вот пирамиды. На одной пирамиде находится Булат Акуджава со своими цифрами. У него две тройки здесь, и здесь цифра 6. Он очень сильно подошел к Олегу Митяеву, так же, как и наоборот. А у Олега Митяева получается две шестерки, и здесь цифра 3. Абсолютно взаимовыгодные цифры. Один передает, другой принимает. Невероятный опыт, творческие наставления и заряд вдохновения. Весь этот багаж уникальных знаний Булата Акуджава передал молодому музыканту. Олег Митяев стал одним из самых прославленных бардов Советского Союза. Казалось, чего еще желать? Можно было с головой уйти в творчество и, наконец, успокоиться. Но внутренний голос артиста никак не унимался. Он твердил как мантру. Ты можешь сделать больше. Твое призвание – служить людям. Ищи свой ключ. Собственно говоря, я знаю очень много людей, которые были лучшими и потом сломались и стали никем. Потому что, наверное, люди, которые ставят перед собой какие-то цели и потом не доходят до них, они ломаются, и для них это большое несчастье. Современные психологи утверждают, творческие люди обладают сверхинтуицией. Исследование литературных, художественных и архитектурных произведений за последнее тысячелетие заставило ученых не единожды прийти к невероятным открытиям. Так в мастерских Леонардо да Винчи, творившего в 15 веке, когда не было изобретено даже электричество, были найдены чертежи подводных лодок и даже боевых летательных аппаратов по типу самолетов. В стихотворении Лермонтова «Предсказание», написанном в 1830 году, четко предсказано свержение власти царя и описан портрет будущего правителя тирана Сталина. Владимир Адоевский в своем романе «4338 год», изданном в 1835 году, рассказывает, что в будущем основными средствами передвижения станут воздушный и подземный транспорт. Электроход, оснащенный гальваническими фонарями, прообраз метро, а электрические беспроводные разговоры явный намек на сотовые телефоны. И таких примеров сотни. Великие деятели искусств описывали в своих произведениях технические прорывы, свержения политического строя, войны и катастрофы за столетия до того, как они происходили в реальности. Но как этим людям удавалось заглядывать в будущее? Психологи и нейрофизиологи Бостонского университета психологии выработали гипотезу пространственного временного потока. Они считают, что творческие люди, используя в процессе работы сразу два полушария мозга, погружаются в некий глубокий поток подсознания, где и получают видения и образы далекого будущего. Они попадают в состояние так называемого потока, в котором они могут творить по 6, по 8, по 12 часов в сутки. Они могут не истощаться, они не замечают того времени, которое проходит. И это состояние, это психоэмоциональное высокое состояние потока может их подпитывать, может менять даже их физиологические реакции. Они могут в состоянии творчества вылечивать сами себя, вытягивать себя на сцену, продолжать даже в более таком пожилом возрасте оставаться на сцене, работать для большой аудитории и не истощаться. Вот они делают это не за счет личной психологической силы, они делают это за счет особого состояния, которое называется поток, в которые они могут уже входить легко. Любимая супруга Олега Митяева долгие годы наблюдала за тем, как рождаются на свет его стихи. Вообще, это такой маятник, который ты тоже, когда садишься перед, и так его раскачиваешь, раскачиваешь, потом раз, и что-то... Там оно как-то распахивается ненадолго, наверху так. И ты в это время только успевай записывать. Но это очень мало. Это буквально вот я, небесный калькулятор, вот там в доме я писал песню, 30 секунд где-то. За 30 секунд там что-то как-то оно сложилось, и все. Когда мы стоим на остановке, вдруг мы задумались, мы попали в измененное состояние сознания, мы совершенно на другой волне. И в этот момент мозг интенсивно перерабатывает всю ту информацию, которую мы набрали до этого. Он ее трансформирует. «Есть лето – это маленькая жизнь». Олег, кстати, рассказывает всегда, что это я ему в письме написала, страдаючи и скучая по нему, когда он был в Южной Африке, на очень длительные гастроли, месячные были. Я ему написала в письме «Лето – это целая маленькая жизнь». И как Олег рассказывает, что как бы из большой любви ко мне он взял, брал одно слово и вот воплотил эту песню в жизнь. Таким образом я стала соавтором этой песни. «Лето – это маленькая жизнь». «Лето – это маленькая жизнь». Поросль тихо подрастает на щеках. Поросль дом плывет по лету, А меня нету. Лето – это маленькая жизнь. Слава тебе Господи, что я так с детства как летал, так и летал. Сидишь, пишешь, пишешь. Что-то фигня какая-то. Значит, хит. Сейчас за плечами Олега Григорьевича Митяева 300 песен. Два благотворительных фонда для помощи талантливым детям и молодежи. И уже не пять, а восемь спасенных жизней. Мама Руся, наверное, рассказала историю, когда… Это уже было профессиональное, когда я видел, что купается мальчик. И я уже сидел в этом ресторанчике на берегу. Я уже снял часы и был готов. И левым глазом все время за этим следил. И таки оно произошло, что мамаша не была к этому готова. Вы знаете, я думаю, что он относится к таким людям, которые не думают в тот момент, когда надо кому-то помочь или кого-то спасти, что это будет стоить ему. Я просто смотрю на Олега и так слышу плюх. И так я… Вот он только что сидел передо мной. Его нет. И я уже смотрю, как он этого пацана вот так вот… Один выкарабкался, а второго он просто вот так схватил, поставил. И я стала орать, что родители, где родители, 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 где родители. Вот он в чем был с телефоном, он даже не думая, как, чего, куда, сразу. И таких случаев еще были. О том, что всю свою жизнь он работает не только поэтом и музыкантом, но и спасателем детских жизней, Олег Григорьевич говорить не любит. Да, мне кажется, что здесь я, наверное, обыкновенный человек. И все, чего боятся обыкновенные люди, я, естественно, тоже боюсь. Но тут уже пора понять, что без команды сверху этого не может так происходить. Как Олег говорит, слава тебе, Господи, что так все закончилось. Слава Богу, что мы были в этот момент вот здесь вот рядом. Слава Богу, что мы это увидели. И слава Богу, что все нормально с пацаном. А там уж о каком-то геройстве или о чем-то речи не идет. Глядя на натальную карту Олега Митяева, я могу сказать, что во второй половине жизни все его метания и терзания на тему смысла жизни сойдут на нет. У него Юпитер становится основной ведущей планетой. То есть он начинает заниматься по помощи людям. Также у него открывается учительская стезя. И он может наставлять и воспитывать новое поколение. Мне сложно говорить о том, как то, что я делаю, на кого-то влияет. Вот, слава Богу, что люди приходят, и мы как-то общаемся. Но даже в большей степени, наверное, от этого я получаю больше удовольствия. И какое-то исцеление организма происходит, когда ты там плохо себя чувствуешь или что-то. Но после концерта прям замечательно все. Но я, да, иногда себя чувствую психотерапевтом. Что я вот собираюсь, собирается зал, и мы как бы так о чем-то разговариваем. Побалагурили, попили песни, и все разошлись в прекрасном настроении. Остается только искренне писать и пытаться постичь эту жизнь. Олег Григорьевич признается, с годами он стал футалистом. Разгадать секрет магии творчества он так и не смог. Как и ответить на вопрос, есть ли у каждого из нас какое-то высшее предназначение на этой земле. Взглянув на всю свою жизнь с высоты своих лет, знаменитый поэт и музыкант пришел к выводу. Сверху ему были надиктованы не только три сотни песен, но и все самые важные поступки, мудрые решения и добрые веления внутреннего голоса и интуиции. Небесный калькулятор всегда помогал ему любить, писать и помогать людям. Будет новый зим и весен карусель проплывать, Неоднократно мимо нас будут петь вокруг, Стареть, стелить постель и ждать. Бог даст, а небесный калькулятор ни на миг не собьется, И мгновенье, как вино отсчитает и прольет, что не вместит. И вот оно, под животом моста, Мы пили с ней вино, Могли бы лет до ста мы целоваться, но... Субтитры создавал DimaTorzok